Эйллоу гайз! Говорит и показывает Гусев Александр и добро пожаловать на Глафи Геймс! Как вы знаете, уже 12 января в релиз выйдет эксклюзив для Nintendo Switch, а именно Monster Hunter Rise, друзья мои, версия для ПК, где нам обещают ряд улучшений, включая поддержку 4К и текстуры как бы там высокого разрешения. Для тех, кто не знаком с этим, побоюсь словом, шедевром, я приготовил маленький экскурс Дивный Мир Охотников. Погнали разбираться вместе! История Monster Hunter Rise начинается с небольшой деревни Камура, которая постоянно страдает от набегов диких зверей. Ну а наш созданный персонаж призван защищать деревню и одновременно выяснять, что за всем этим скрывается. Короче, скажу сразу, сюжетная линия Monster Hunter Rise неплохая, но бесконечная охота, повторюсь, бесконечная, на монстров может понравиться далеко не всем. Сама деревня также служит центральным узлом, где мы можем принимать новые квесты, крафтиться или модифицировать свое оружие и снарягу, торговать, обучать и даже выполнять отдельные задания для жителей. В этой игре мне понравилось проводить время в дикой природе и постоянно путешествовать в поисках новых монстров. Для тех, кто не шарит в серии Monster Hunter, креугольным камнем является охота на огромных монстров всех видов. У каждого зверя есть свои сильные и слабые стороны, будь то меньшая броня на теле или маленькая сопротивляемость к яду, огню и так далее. Важным является правильная подготовка к каждой охоте, хорошо изучить своего противника и выбрать подходящий инструмент. И блин, тут выбор действительно огромный, начиная с всяких эликсиров, да, бомбочек, ловушки, приманки и многое другое. Так как перед нами очередная дрочильня в самом настоящем ее виде, друзья, в игре имеется куча всякого оружия и доспехов, а материалы для их производства и улучшения добываются из пойманных монстров, точнее от их частей, да. На вашем пути будут встречаться разные монстры, более сильные или чуть слабые, и для того, чтобы не отставать от них, вам также понадобится сильная снаряга. По сути, игра представляет собой гигантский гринд, друзья мои, потому что из каждого животного можно создавать другие виды оружия или доспехи. Вы будете охотиться на монстров снова и снова, снова и снова для поиска лучшего предмета, пока он не упадет. Такое понравится далеко не всем, поэтому я и рассказываю, к чему вы должны быть готовы. Если же ты спросишь, чем же зацепила в свое время меня игра, то я скажу, что это без сомнения десятки различных типов монстров. Дизайн, особенности которых сводят, ну блин, с ума. Я гарантирую, что вы будете охать и яхать при виде каждого существа в игре, как это делал я в свое время. Ну а с новой графикой на ПК, любоваться монстрами стало еще лучше. Для меня каждая борьба с ними имеет одновременно и радость, и отличный вызов проверить свои силы в реальном бою. В принципе, и как и во всей вселенной МХ, игра будет давать вам поначалу безумное количество информации о всевозможных игровых механиках, с которыми ты будешь встречаться и которые тебе нужны будут, чтобы выжить. И нужно будет внимательно с этим всем познакомиться, потому что это действительно много информации, но вся она нужна. Я начал играть в МХ с выхода Monster Hunter World, и если ты тоже опытный наездник, то разобраться во всем тебе будет уже чуточку легче. Как и практически в каждой части, в начале вы можете брать с собой двух спутников, боевого издового псапаламута и котика, который будет помогать в бою. Кстати, про собачку в World не было собак, это вот такое вот нововведение Райза. И в принципе, это очень интересно и круто, что уже есть у нас и котики, собачка, и это все такое мимими, прям от души спасибо. А теперь про самое интересное. Все задания делятся на две категории. Задание деревни и задание зала. Задание зала можно взять у девушки по имени Мината, а они предназначены для кооператива. Кстати, по поводу коопа, друзья, обязательно советую прохождение этой игры именно в коопе, потому что тот опыт, который вы можете получить, играя со своими друзьями, а тут до четырех человек, да, поддерживает, оно очень все круто, и, блин, это намного интереснее, чем соло. В принципе, кооп, прям вот лайк, спасибо. И задание деревни выдает ее сестра, по-моему, Хино, а именно они эти задания продвигают сюжет и раскрывают новый контент. Что касается, опять же, коопа, то я советую его попробовать в бесплатной демо-версии Monster Hunter Rise в Стиме. Игра поддерживает кооп до четырех человек и позволяет выполнять доступные задания бесконечное количество раз. Сразу вынужден буду предупредить, что как бы это не хотел, но перенести прогресс из демки в полную версию игры не получится. Такс, ну и, наверное, самое главное, чего ты ждешь, это графическая составляющая этой игры. Я попробую провести параллель, смотри, с Monster Hunter World, хотя это и глупо, ведь, как мы знаем, Monster Hunter Rise должна работать на Switch, в конце концов, и разрабатывалась, в первую очередь, для портативной консоли. В то время как World использует PS4 и Xbox One в качестве базы. Тем не менее, Rise также предлагает широкий спектрографических настроек, которые включают неограниченная частота кадров, текстуры высокого разрешения, разрешение 4К и новая поддержка Ultra Wide, разрешение 21 к 9, ультраширокие, да. И это все очень круто, и, конечно же, да, спасибо. В плане дизайна уровней, Monster Hunter Rise, ну, ни в чем не уступает, наверное, World. Здесь вы также броете по чрезвычайно вертикальным участкам, которые иногда покрыты красным песком, иногда снегом, иногда льдом. А иногда вносят разнообразие в виде руин, японских храмов и, там, леса из чуда. Также, в отличие от World, в игре есть возможность использования новых жуков. Вы можете даже канцепультироваться на горной вершине и намного выше верхушек деревьев в определенных местах. И это все надо, это все нужно будет изучать, и вот благодаря вот такому крюку это стало доступным. Бегать по скальным стенам, взбираться на уступы или атаковать монстров сверху. Текстуры, там, кора деревьев, скалы, здания, одежда, ну, выглядят они четкими, ну, типа, резкость добавилась. Но ничего такого, прям, чтобы ах-ох, ну, не будет такого. Модели охотников и монстров, типа, они стали вроде как детализированные. Как итог, друзья, я могу сказать лишь одно, что нет смысла ходить вокруг да около, игра просто удалась. Погоня и охотник на фантастических монстров является, ну, захватывающим занятием с контентом на десятки часов. Единственное, что меня отталкивает, так это ценник, друзья, и прежде чем покупать ПК-версию Monster Hunter Rise, я советую пройти полностью от начала и до конца демку. Демка бесплатная, демка в стиме, времени там хватает, и, в принципе, там, 100% вы уже определитесь, стоит она того, твое, не твое. Все как да. Ну, а на этом у меня все. Тебя огромное спасибо за внимание, а также пружитый палец вверх. Не забывай подписываться на наш канал, а также бить колокол, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч и всем пока-пока.